Никто из здесь, здесь присутствующих, не будет спорить с тем, что одним из путей, как ни парадоксальное наполнение бюджета, является хотя бы приостановление коррупции. Для того, чтобы это произошло, необходимы классические, традиционные для Европы институты по навзору и контролю за тем, что происходит в комбине. Я вынужден вместе с Гордиенко, главой госфин инспекции, судиться, чтобы восстановили госфин инспекцию, которую уничтожили. Понимаете, сегодня в государственном, ключевом государственном органе, в Кабмине, где сосредоточен весь потенциал финансовый, институциональный, нет органа, который контролирует, куда тратятся деньги госкомпании, министерств, Кабмин на целом. Раз. Вторая составляющая. Вот здесь господин Ованский говорил о связи МВФ с макроэкономическими показателями в стране, ну там в том числе, или в частности с курсом. У денег, у МВФ и его денег есть два рецепиента, два получателя. Это Национальный банк Украины, правильно? И государственный бюджет. Я возьму, к примеру, май. Там небольшая была сумма. В мае 3,2 миллиарда долларов, кажется. 2,2 получил государственный бюджет, 2,0. 1,2 миллиарда получил Национальный банк. Сейчас Национальный банк с тем, чтобы удерживать, в том числе, гривну, с тем, чтобы как-нибудь, ну давайте говорить, абсолютно неестественно создавать видимость в стране порядка, ни дефолта и ни банкротства будет тратить все эти деньги, играя просто на внутреннем фондовом рынке. Это не является ни в коем случае никакими реформами. Без новых фабрик, без новых заводов, без повышения зарплаты, без повышения пенсий, до доведения, как сказала представитель самопомощи, зарплаты и пенсии до физически реального уровня, прожиточного уровня, чтобы человек мог выжить, реформ в этой стране начинать не нужно. Что вы не знаете, как наполнить? Уйдите! Дайте новым, молодым политическим силам выиграть эти парламентские выборы. Не принимайте участие в политике, если вы собираетесь спасать страну эту в следующие 50 лет. Люди хотят завтра результат. И все знают формулу этого результата. Диархизация, демонополизация, иллюстрация политических партий, которые как банды засили в парламенте.